И вот стоишь ты на конце мира и понимаешь, что космические инженеры пришли к вам в гости. Давно не снимал, давно не играл, и я тут решил вот что сделать. Я поискал на просторах рунета, именно рунета забугорная, конечно же, есть. Такое, как подборочку инструментов для бурения. Дело в том, что за счет того, что у нас есть мастерская Space Engineers, очень много мододелов придумывают различные схемы и моды, и скрипты для бурения астероидов. И не только астероидов, но и планет, которые вот у нас появились. Это, конечно, не та планета. Тут где-то были планеты, но они где-то глубокая задница. Вот. Вопрос, на самом деле, не праздный по той причине, что если инженер в космосе, ну, это имеется в виду инженер в космосе Space Engineers, чего-то не строит, это говорит о том, что у него не хватает инструментов, не хватает материалов, и ему нужно что-то набурить. Поэтому это одна такая составляющая, часть всего действия Space Engineers. Вот. И чтобы не быть, так сказать, простой смотр, да, простая выставка достижений народного хозяйства, я решил сделать такую подборочку модов, которые я использую, которые у меня есть. Я думаю, что эти моды вам понравятся. И я эту подборочку скину вам в подпись, в подпись, 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 подпись. Господи, сколько раз я подсказал это. В подпись этого видео, и вы сможете выбрать себе что-нибудь по вкусу. Значит, одно уточнение. Я нахожусь сейчас в режиме творческом. Это говорит о том, что здесь нет ограничений по мощности, энергетической мощности моих кораблей. Нет ограничений и по весу этих кораблей. Да, они будут тяжелеть очень бесконечно долго, но при этом они будут тяжелеть настолько, что мы их не сможем сдвинуть с места. Чтобы это как-то дело обойти, вот, кстати, маленькая подборочка. Пока не присматривайтесь, это будет чуть позже. Чтобы это как-то ограничение немного, все-таки наложить какое-то ограничение, я поставил на каждый корабль по два таймера. И один таймер включает бур, второй таймер через 40 секунд выключает этот бур. Таким образом мы с вами узнаем, сколько за 40 секунд собирает тот или иной бур. Ну и, соответственно, таким образом вы будете высчитывать, насколько он эффективен и насколько потребуется вам больше запчастей для постройки больших хранилищ и складов для получаемой руды. Здесь у нас большой астероид. Он состоит с большей частью железа и камушек тут есть. Конечно же, камушек. Как же без камушка? Ну, ладненько. Давайте посмотрим. Здесь вот такая вот у меня подборочка. На нижнем ряду у меня стоят малые корабли с малыми бурами. Соответственно, вверху стоят большие корабли с большими бурами. Эти же большие буры можно поставить на любую станцию. Вот. Выглядит это, конечно, в некоторых местах ужасающе, на некоторых местах очень странно. Но давайте посмотрим. Давайте попробуем самый первый корабль. Самый первый корабль у нас со стандартным буром. Ничем таким, в общем-то, не примечательным. Он есть в каждой лицензионной и нелицензионной копии игры. Но лучше покупать и лицензию, чтобы потом смогли поставить нормально моды. О-о-о-о-о-о. Не-не-не-не-не-не. Хуев. Так, вроде ничего не сломал. Так, ну что ж, давайте смотреть. Сейчас мы упрёмся бурым в стену. Тихонечко. Тут что-то прямо жесть какая-то. Блядь, я не поставил, походу. Да, да-да-да-да-да-да, ребята, я тут косякнул. Так, где? О! Я косякнул, я не поставил себе движок на торможение. Ну, ладненько. Теперь мы поставили, всё будет ровненько. Так. Не тормози. Блин, какая-то хрень вылетела. Так, смотрим. Чуточку притормаживаем. Так вот, встаём тихонечко. Нажимаем таймер. Первый пошёл. Отключает бур. И мы начинаем потихоньку бурить. Радиус бурения небольшой. Но если вы их поставите два, соответственно, будет намного лучше буриться. Так, если вдруг у вас будут возникать странные галлюцинации в виде двигателей Харли Дэвидсона или ещё какой-нибудь херни, не удивляйтесь, у меня открыт окно. Я сижу рядом, и мне шарка. Так. Давайте выключим это дело. В принципе, бурит очень даже неплохо. Вот, всё, закончилось. Смотрим инвентарь. 12,5 тонн железа и 14 тонн камня. В принципе, очень неплохо, с учётом того, что объём бура стандартного 35, по-моему, тысячи литров. Ну, получается, вот столько он успел набурить за 40 секунд. Если вам этого достаточно, в принципе, это очень даже неплохо. Так. Что нам нужно для того, чтобы построить этот бур? На самом деле, не так много. То есть, если вы в самом начале собираетесь именно им всё бурить, поэтому, в общем-то, берёте, смотрите. Один компьютер, один мотор, четыре больших стальных трубы, строительных компонентов 30, и стальных пластин тоже 32. Очень неплохо. Так, это дело убираем, чтобы это не мешало. Давайте теперь то же самое посмотрим с большим кораблём. Что же он нам предложит? Видите, большой бур выглядит совсем иначе, в отличие от такого. Вот. Выглядит более презентабельно. Воу, какой он управляемый. Даже странно. Тормозить может. Это прекрасно. Тихонечко, тихонечко. Воу, какой он управляемый. Кошмар какой. Ну всё, мы, в принципе, уперлись. Включаем бур. Вот он пошёл. Радиус, насколько я могу судить, не настолько большой, как мог бы быть. Всё-таки это большой бур. Но с учётом того, как он прорисован, в принципе, радиус и не может быть большим, потому что видно, что режущая кромка, так называемая, да? Воу, воу, тихо, тихо. Режущая кромка не очень большая, и он не может вбок, например, бурить. Для маленького кораблика вбок может бурить. То есть, если вы встали вот в такой позе, да, и, допустим, вверх. И это получается лучше, чем у большого корабля. Вот. Но вот за всё это время мы смогли пробурить вот такую ямку, в отличие от... Нет, это другое. Ладно, смотрим. Давайте посмотрим, что внутри. Внутри в два раза больше получается, да? Камни было тогда 14, стало 22, а железо у нас даже в три раза больше. Это неплохо, неплохо. Давайте смотреть, что нам нужно для большого. Есть ли смысл запариваться? 300 стальных пластин, 40 строительных, 24 маленьких, 12 больших и по 5 мотора и компьютера. В принципе, если построить базу, да, и начать бурить, может быть, это и окупится. Но, знаете, если сейчас мы возьмём с вами, пусть даже проапгрейженную вот эту вот херотень... Тихо. Да, вот так вот возьмём. Давайте рядышком. Воу! Что это так далеко-то? Проапгрейженную херотень и её включим. У меня стоит автосбор руды, поэтому не удивляйтесь. Вам не кажется, что у столь маленького оборудования дырка, ну, ладно, раза в 4 меньше, да? То есть, ну, как бы, можно было бы... То есть, если мы, ну, как и так далее, как и на корабле я сделал, я немного вбок отъехал. То есть, во-первых, и бурит. Мама, не горюй, смотрите, с какой скоростью. Я могу, в общем-то, насквозь это дело прошить, и мне вообще пофиг будет. Ну, и, соответственно, камни вот я нафармил. Ну, ладно. Это всё дело десятое. Теперь давайте перейдём к тому, что вы, возможно, уже видели у меня на канале. Я делал уже себе такой кораблик для сбора руды. Он выглядит точно так же, но он называется улучшенный или мощный бур. Вот. Для мощного бура нам нужно несколько больше и стальных пластин, и строительных компонентов. В целом, где-то раз в десять больше. То есть, компьютеров, моторов там надо было по одной, больших труб там десять, по-моему, нужно было, а строительных компонентов и пластин, естественно, меньше. Но, так как строительные компоненты и пластины состоят полностью из стали, достаточно просто пару раз побурить на стандартном кораблике и сделать себе мощную версию. Так, взлетаем. А здесь, судя по всему, я не назначил ничего. Плюс у меня здесь нет движка вперёд. Поэтому сейчас мы по-быстренькому сдаём действие. Здесь мы его включаем. А здесь мы его выключаем. А, ну, всё правильно. Так, ладненько. А, давайте, чтобы далеко не идти, давайте посмотрим, что он из себя представляет. Хотя, блин, как же это всё медленно. Поставил стандартные движки, думал, что мне этого хватит. Но нифига подобного. О, это другое дело. Так, где у нас наше... Вот оно, да, бурение наше? Бурение обычным буром. Вот, сейчас мы с вами куда-нибудь рядом вгрызёмся. Вот. Ну, в общем, это стандартный бур, да? Вы помните. Включаем. Ну, и включается бур. Просто с первого раза он делает всю дыру, которая, в общем-то, собиралась за 40 секунд тем стандартным буром. Что я думаю вообще об этом буре? Да, он, конечно, классно фигачит. За 40 секунд, я думаю, мы сейчас тут проделаем дырку. Да, я даже думаю, она уже сейчас закончится. Да, вот мы выходим из астероида. Можем, как бы, в общем-то, начать разворачиваться по чуть-чуть. Вот. В какой-то мере его можно признать читерским, потому что он нереально огромно делает дрень. Да, мы можем в общем-то поставить всего один такой и прорезать дыры в скалах как ни хер делать. Но, с другой стороны, не забывайте, мы же для того, чтобы... Так, давайте посмотрим, сколько он будет у нас потреблять энергии. Не так уж и много, как видите. Вообще ничего. У нас больше жрут два двигателя, которые в общем-то стоят. сейчас мы немножко приткнемся, посмотрим. А, всего 10%, 0,10%, 0,1%. То есть, это ничто. Так, я, конечно, тут зря сделал дрень, но, допустим, предположим, что здесь 10, наверное, тысяч тонн. 10 тысяч тонн. О, смотрите, то есть, даже то, что я сейчас попытался снизить, да, количество, ни о чем вообще не говорит, вообще ни о чем. Смотрите, сколько? Полмиллиона. Полмиллиона он просто ухандохал. Сколько это занимает? Извините. 245 тысяч литров. Значит, кабина 10 тысяч литров, мощный бур 35, все так же. То есть, не забываем, ставим большой контейнер и тогда пользуемся вот прям на ура. Но, опять-таки, это будет очень тяжелый корабль и управлять будет им достаточно сложно. А теперь точно такой же корабль с точно таким же мощным буром, только уже большой. Вот у нас движок. Тут все стоит. Так. Где-то у нас... А, вот. Вот у нас здесь вот большой, да, бур был. Сейчас мы здесь-то и приткнемся. Так. Давайте выше поднимемся. Но, опять же, не забываем, что за счет того, что повышается вес корабля, он становится менее управляемым. Соответственно, это можно использовать, ну, реально, как базу и больше ничего. Так, все. Включаем. Начинается бурение и бурение опять огромнейшего котлована. просто огромнейшего. Не будем прорезать насквозь, просто пойдем вверх. Он очень хорошо бурит и по горизонтали, и по вертикали, то есть, не обязательно идти вглубь. Можно совершенно спокойно таким вот образом. чуть поглубже. Ну, в общем-то, понятно, он уделывает стандартной бурой и здесь даже разговаривать не стоит. Достаточно его будет поставить, например, на какой-нибудь ротор, да, и блин, он весит 3,5 миллиона килограмма и корабль вообще, вообще никакой. И это при том, что у меня стоит очень легкий реактор и все остальное. То есть, весь вес вот в этой фигне. Так, смотрим инвентарь. Ну, 3,5, 3 миллиона килограмм железа. Это вот просто, просто как с куста. Вот видите, вот тут прошел. Вот сравниваем, сравниваем. Стандартная, да, большая бурая и твою мать. Ну, и, естественно, ручная работа. Надрачил, так сказать. Но, это, конечно, все очень, вот он, мощный бур, мощный бур уже на корабле, вот это, конечно, надо собирать. Самое проблемное, это будет, по большей части, моторы, компьютеры, трубки, компоненты, стальные пластины. Вот маленький собрал, на нем поставил, все набурил и поставил таких 3 штуки и пошел бурить астероид. И, в принципе, если это стандартный астероид, вот типа вот этих вот маленьких, ну, в принципе, можно сбурить к херам. К херам можно сбурить. Вот, потребляет он точно так же. Тут абсолютно все, ну, ладно, не все, всего, наверное, 2 бура потребляют 2 киловатта. 2, сука, киловатта. С чем это связано, я не имею ни малейшего понятия, но, тем не менее, они пожирают 2 киловатта. Ладно, прощай, кораблик. Пошли дальше. Дальше идут достаточно эффектные бурики. Это у нас S-breaker, то есть уничтожитель земли, как можно так, наверное, перевести. вот такой вот он маленький и вот такой вот он большой. Большой, конечно, впечатляюще выглядит, с маленьким он, конечно, не сравнится. Вот. Поставил уже более нормальные движки. Одно, могу сказать, вес самого бура прям чувствуется, прям чувствуется, как его вот заносит. Давайте посмотрим, где он тут, где он тут. Посмотрим, сколько он. Блин, он весит вот интергрития, насколько я... А, нет, нет, не интергрития. Весит он 4 тонны, то есть сразу, как бы, не забывайте, что он тяжелый. Так, давайте смотреть. Здесь у нас таймер стоит. Стоит. отлично. куда-нибудь сейчас действует у нас маленькие, тестировка маленьких буров. У него, собственно, отличие в том, что как это им реально можно бурить в бок, он не ломается, он не так быстро ломается, как ломаются другие буры, то есть он более жесткий, но у него вот скорость бурения, как видите, чуточку меньше, чем у мощного бура, да, то есть здесь постоянно нельзя нажимать на газ или включать медленную, слабую тягу, вы в конечном итоге вломитесь в астероид и если вломитесь сильно, то есть за счет этих мощных двигателей, которые у меня стоят, вы можете его поломать, а если вы поломаете и у вас вдруг неправильная гравитация, на вас полетит огромный булыжник и продавят как в общем-то фаршик. Так, ну в принципе радиус работы очень неплохой, то есть если вы поставите на маленький кораблик и сделаете такую длинную-длинную гусеничку, то в общем-то пройдете насквозь любой астероид и нарубите себе немного металла. За 40 секунд он собрал 67 тонн, ну ладно, 69 тонн и почти 18 тонн камня, с учетом того, что камни мы тоже перерабатываем, это очень неплохой результат. Другой вопрос, куда вы засунете эти 67 тонн камня, потому что насколько я помню у из брейкера тоже небольшой этот небольшой как он называется, небольшое хранилище, то есть вы особо туда ничего не спрячете. Кстати, интересно, сколько он потребляет у нас энергии. тоже 0,1%, то есть, как я и говорил, 2 киловатта, это просто смешно, просто неимоверно смешно. Так, то же самое нас ждет с большим буром. Вот он выглядит примерно то же самое, правда, он реально огробен, тут просто так не влезешь в корабль, здесь у меня нет настроек, это очень плохо. Сейчас мы с вами куда-нибудь сюда припахаемся. У большого бура, кстати, надо сказать, жизни, запас жизни меньше, поэтому его сложнее сломать, это не забывать. надо чуточку подальше уйти, потому что у него, насколько я помню, достаточно большой радиус. Так, давайте смотреть. Первый таймер 2 секунды, задаем действие, все нормально. Второй таймер, задать действие, тоже все нормально, соответственно, надо только вот этот таймер запустить. Запускаем. включается. О! О! Хорошо идет. Больше, чем у мощного бура, замечаете, да, разницу? Но тут, по крайней мере, и радиус самого бура большой, то есть здесь, в общем-то, все понятно, тут как-то не приходится удивляться, как он это делает. Ну, сейчас точно так же пробуримся насквозь и посмотрим, ну, точнее, если успеем, потому что, как вы можете видеть, бурит он заведомо медленнее, чем мощный бур, но зато у него и радиус побольше. Если вы поставите его на базу и будете бурить, вам ресурсов хватит надолго. Так, наш корабль почти 9 тонн весит, 9 миллионов килограмм или 9 тысяч тонн. Смотрим, что внутри. Внутри у нас почти все, весь запас это ушел в железную руду. 8 миллионов килограмм железной руды вам, в принципе, хватит надолго. То есть, как бы, тут даже с этим можно не спорить. Вот. Касательно сборки его, я что-то как-то пропустил маленький, для большого, конечно, нужно до хера всего, и, как обычно, самое тяжелое для вас будет мотор и компьютер, и все остальное собирается из железа, и здесь можно особо не париться. Давайте посмотрим, что нужно для маленького. Для станции было бы очень круто поставить. Маленькому нужно, кстати, не так много, и можно даже поставить его, нежели ставить, например, мощный бур. То есть, в принципе, можно его поставить, и он и эффектнее выглядит. Вот. И если их, допустим, два поставить в рядышек, это будет вообще шикарно. Так. Переходим к моим одним из любимых буров, это называется Twin Drills, двойные буры, так называемые. Фишка их в том, что у них коннекторы, да, получается, с пяти сторон, то есть, вот здесь есть коннектор, и по кругу. Очень удобно, их можно выставлять в ряд, то есть, если вы делаете какого-нибудь ежика, как я в свое время хотел сделать, вы его вот прям на реакторах покажу. Вот так вот выставляете, вы так вот выставляете, вот так вот выставляете, вот так выставляете, и делаете, в общем-то, квадраты из этих буров, и, в общем-то, там радиус очень неплохой работы. Давайте посмотрим, здесь у меня все задано вроде бы. Взлетаем, летим, он очень легкий. Тихо-тихо-тихо, Давайте там, где маленькие бурики, так, смотрим, у меня возникает подвисание, потому что появляются очередные корабли, и это, конечно, немного подбешивает. Так, надо сказать, что они могут сломаться, поэтому здесь не разбегайтесь, включаем таймер, и включаем, в общем-то, сам бур. очень неплохой радиус работы, приятный, в принципе, то есть, он не в принципе, он не должен быть большим, то есть, у меня сейчас этот корабль, он не пройдет насквозь, вот, бурит он достаточно медленно, что, в принципе, логично, потому что это маленький бур, вот, и он реально чисто физически маленький, вот, то есть, в принципе, то есть, реально по всему периметру, если поставить эти буры, так как они всего лишь по 2 киловатта опять-таки сжирают, это очень удобно, вот, ну, судя по скорости движения корабля, у нас не так уж много набурино, да, как видите, всего лишь 15 тонн, всего лишь, в принципе, не так уж и много, 15 тонн, давайте смотреть, что ему нужно для сборки, вот, вот так вот они у нас выглядят, вот так вот, да, в принципе, не так уж и много, но для того, чтобы был какой-то профит, да, их надо несколько поставить, то есть, я вот, как говорил, нужно вот так вот их поставить, так, здесь у нас движок будет мешать, вот так вот, да, и, соответственно, можно потом так вот удаляешь, так вот ставишь, тут все делаю, тут у нас к ябиням улетает, ну и хер с ним, и вот таким вот образом, за счет радиуса работы эти не ломаются, они бурят, бурят боковушку, о, на пипичку похоже, так, ладно, бурят, в общем-то, по бокам, то есть, если немного кабину утопить в серединку, да, и поставить еще бурый, можно будет по бокам бурить, и, в общем-то, если что, можно будет всегда вылезти со всех сторон, вот, ну, такой вот маленький бурик, реально классный, я его одно время очень часто использовал, так, теперь точно такая же фигня у нас для большого корабля, залезаем, смотрим, что у нас с таймерами, таймер тут, походу, тоже есть, и здесь есть, соответственно, нужно только выставить ее сюда, старт, оу, какой же ты поворотливый, так, что у нас тут, вот здесь у нас есть брейкер, да, был, и, соответственно, где-нибудь здесь мы с вами попробуем побурить с помощью этого бура, давайте смотреть, так, включаем, радиус не такой уж и большой, как мог бы показаться, гурица достаточно прилично, без всяких сбоев, но здесь чувствуется, что не хватает, тут еще бы вот сверху один, по бокам, то есть, ну, четыре поставить, да, вот, как перекрестье такое, вот тогда бы, наверное, они бы хорошо бы в четверо срабатывали, а вот так вот один, ну, очень медленно и очень протяжно, так, бурение закончилось, инвентарь, 158, и туда, то есть, около 240, 250 даже получается килограмм у нас, да, вот, очень неплохо, он точно так же пожирает 2 киловатта, для того, чтобы построить, нужно не так уж и много компонентов, но опять же, если у вас их 4, соответственно, все это умножаете на 4, и получается, как, в принципе, S-breaker, да, и, нет, ну, не S-breaker, мощный, мощный бур, и можно, в общем-то, его поставить, нахер эти, твиндрилз, но выглядят они прикольные, я согласен, они выглядят классно, так, дальше идет очень странный, на мой взгляд, как это, бур, для маленького корабля, у него, сколько, 9 дырок, то есть, как минимум, можно сделать так, чтобы, не знаю, взять эти контейнеры, да, и вот так вот, поприсобачивать их в диких количествах, только потом идет сам двигатель, это дура, давайте ее сразу достанем, Мекс Пекс, по-моему, их делали, они любят такие индастриал типы, весит эта херня почти, ну, 93 тонны, 93 тонны, это только эта дура весит, вот, в общем-то, насколько я помню, она тоже потребляет всего лишь 2 киловатта, что, опять-таки, очень и очень странно, так, отсоединяемся, сейчас я посмотрю, все ли у нас тут настроено, 2 и 40, все нормально, вид, конечно, очень крутой, летит очень тяжело, ну, понятное дело, корабль пустой, весит 100 тонн, 100 тонн, пустой корабль, причем маленький, это маленький корабль, маленький, это жесть, его заносит дичайше, то есть разгоняться ни в коем случае нельзя, выглядит это ужасно, это просто ужасная хрень, я не знаю, зачем они сделали деталь для маленького корабля, наверное, чисто ради того, чтобы потратить и ресурсы, и нервы на постройку, потому что ресурсов, насколько я помню, там достаточно много требуется, так, давай посмотрим, чуточку так, присобачиваемся, встали, включаем таймер, тут, конечно, стенка небольшая, что-то я не понял, ля, стоп, ты включаешь таймер второй, так, включаешь не только второй таймер, но и включаешь вот эту херотень, ты у нас выключаешь эту херотень, пошли, еще раз, у этого бура есть еще один бонус, который мне очень нравится, он красиво бурит, во-первых, он сам по себе очень красивый, если кто знает, как прокладывают метро, там используется, как это, земляной щит, землепроходческий щит, он выглядит примерно так же, единственное только, единственное только что, как это, он длиннее, он может доходить, по-моему, до 80 метров в длину, вот, в нем очень много различных компонентов, в том числе и возможность сразу, то, что он сбуривает, превращать в херню, для того, чтобы смешивать это дело, и делать стены, то есть, свод, то есть, он, в общем-то, выглядит примерно так же, единственное, только он плоский, как бы получается, он, ну, блин, такое, да, и от него дальше идет, вот, как раз таки, вот так вот, вот так вот, вот так вот, да, и здесь уже, внутри него, огромный агрегат, который, в общем-то, все сразу делает, и все очень, это, он очень медленно бурит, буквально, что-то там, типа, 5 метров в сутки, но, таким образом, сейчас метро, по крайней мере, в Москве, да, и, думаю, во всем мире, так и делается, выглядит он, конечно, прикольно, когда бурит, вот это вот, как-то вот, крутится, просто, бомбезно, он еще так ржавый, как будто он старый, вот, очень классно выглядят, вот эти вот, сверла, диски, это просто охренительно, так, ну что ж, давайте смотреть, в 3 раза больше стал вести наш корабль, пробурил он, кстати, не так уж и много, всего лишь 200 тонн, это, конечно, не то, совсем не то, чего бы мы ожидали, от такого, бура, давайте смотреть, что ему нужно, нужно ему, конечно, остальных пластин, просто дохер арх, но опять-таки, самое сложное будет мотор, моторы, это просто бич, наверное, начинающих, землепользователей, чуть не сказал, бич начинающих, добытчиков, потому что, именно там, заточено очень много, важных компонентов, которые сразу не получишь, в начале игры, если, конечно, вы не разберете, корабль, моторы обычно хранятся, вот в этих конвейерах, вот, вот как раз-таки, мотор, да, вот их две штуки, то есть, но две, это, конечно, очень круто, таких надо, тогда 40 собирает, чтобы хоть что-то было, вот, прежде чем перейти, вот к большому, такому, да, вот кораблику, который, в общем-то, нормально совершенно выглядит, я хочу перейти, вот к этому, в чем разница, что же такого-то, вроде бы мы только что это проверили, на самом деле, это не так, проверили мы с вами вот этот бур, угу, да, именно тот, который справа, тот, который подсвечивается, вот именно его мы проверили, тот, что слева, это называется Heavy Minion Drill, вот, насколько я помню, опять-таки, давайте посмотрим, вот он называется Heavy Minion Drill Small XL, посмотрите, что ему нужно, чтобы его использовать, 22 тысячи стальных, 200 строительных, 140 стальных трубок, больших 120 моторов, правда, 50 и компьютеров 70, то есть, если вы соберете достаточно железа, можно, конечно, вот эту херню построить, и выглядит это ужасающе, то есть, то, что было до этого, это была полная херня, на самом деле, так, смотрим, что у нас по таймерам, по таймерам у нас, вот эту фигню включить, эту фигню выключить, это не летает, в принципе, потому что это весит, пустой вариант, 453 килограмма, это не поворачивает и не тормозит, так, ну, так как нам лететь по прямой, поворачивать, я не думаю, мы не будем особо, и да и разгоняться тоже, мы с вами вот так вот спокойненько будем, как бы, подплывать к этому делу, и посмотрим, что из этого произойдет, ну, на всякий случай, я потом это, ой, не, не, я это скопирую, вот так вот, потому что, ну, я боюсь просто разобью, к чертям, то есть, в принципе, как вы понимаете, это, это чисто стеб, потому что использовать это реально для маленького, маленького, повторюсь, корабля, это, это издевательство, ну, понятно, какой тут обзор, да, даже можно вообще не думать, выглядит это ужасающе, это просто, это просто хрень здоровая, с большим кораблем, это, конечно, не так выглядит, с большим кораблем, чувствуется, что ты просто делаешь огромный, как раз таки, землепроходческий щит, так, вот нам тут осталось-то совсем ничего, он, кстати, достаточно твердый, то есть, его, в принципе, вам хватит для того, чтобы пару раз шмякнуться об стену, потребляет он все так же 2 киловатта, и это не потому, что творческий режим, а потому что реально так, я пытался это делать в нетворческом режиме, и у меня тупо скорее сгорел водород от того, что я использовал движки мощные, а не потому, что я это бурил долго. Так, все, включаем, бурит он, как чистота, так же красиво, вот, но очень медленно, просто нереально медленно, то есть, вот, более того, я уже даже не двигаюсь, смотрите, я, моих движков просто, в принципе, не хватает того, чтобы его подвинуть, вот, сейчас мы, наверное, дойдем до миллиона, и двигатели скажут, ну, не пойти по вам нахер, вот, кроме того, вроде бы, мы бурим что-то, но на самом деле, мы не можем двигаться дальше, потому что он что-то не добурил, ну, что ж, смотрим, всего-то, всего-то, просто, это просто, честно говоря, какое-то надувательство, просто надувательство, потому что, сделает такой огромный бур, смотрите, он же почти нифига не пробурил, то есть, тут огромное количество пространства, да, но у него очень маленькая сфера работы, то есть, как это, радиус работы, и, за это, это, конечно, это печаль, просто в задницу, просто даже не пытайтесь это повторить дома, так, это мы тоже выкидываем, переходим к большому варианту, большой вариант, он все-таки не так странно смотрится, ну, тут, как бы, все детали здоровые, и все, в общем-то, как мне кажется, правильно, вот, летает он более сносно, вот, здесь мы сейчас, так вот, старт, смотрим, что у нас, а, здесь у нас еще ничего не задано, задаем действие, включаем этот, и включаем, здесь у нас 40, задаем действие, и выключаем, вот, вот так вот это все дело выглядит, сейчас мы где-нибудь здесь припаркуемся, в стандартном, так сказать, месте для теста, вот, так, 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 конечно, существуют и другие моды на бурение, но я хочу показать такие самые яркие, что ли, был в свое время очень классный бур, но он не доработан, и до сих пор сейчас не доработан, лазерный, там, как, знаете, лазерная такая, лазерный сварщик такой, вот, очень классно выглядел бы, если бы был бы доработан, для DRX 9, он был, очень неплохо работал, но для 11, что-то как-то все никак, текстурку-то не допилят, и поэтому, он-то у меня в модах есть, но как-то вот что-то не то, так, ну, смотрим, здесь у нас, в принципе, да, ну, почти S-breaker, конечно, нет, S-breaker-то покруче, по размеру, сделал, хотя, очень даже неплохо, миллиончик-то мы с вами-то нарубили, полтора миллиона, но опять-таки, это вот как раз-таки здоровый, который нельзя поставить, на большой корабль, вот, 22 тысячи этих стальных пластинок, честно говоря, этого не стоит, вот, вот по моему впечатлению, выглядит эффектно, я согласен, эффектно выглядит, но вот, вот, лучше S-breaker, вот, на него, конечно, нужно тоже много, но вот лучше его, вот, как-то вот тут он, и даже времени больше, меньше потребовалось, ну, можно читерски, конечно, но вот S-breaker, вот пока вот, как фаворит, так, дальше мы с вами идем, вот, к этим, тут у нас, такие два буровика, точнее, три, получается, опять-таки, как у Heavy, есть, большое для маленького корабля, есть маленький для маленького, и большой для большого, возьмем, как обычно, начнем с маленького, так, здесь у нас, включить, здесь, соответственно, выключить, я понимаю, что, скорее всего, можно использовать меньше таймеров, оу, что-то я, не то дело, вот, но мне так удобнее просто, я не хочу особо запариваться, ууу, тихо, так, смотрим, выглядит тоже эффектно, мне нравится, как он выглядит, он такой яркий, ну, в плане того, что тут есть, видите, отражение, очень неплохо, и вот, как бы планета, как будто, и от движков, очень, очень классно, такой, клювик, ломается очень просто, поэтому будьте с ним осторожнее, нежненько, работайте, единственное, наверное, минус, который я у него заметил, ну, как мне кажется, это минус, хотя, сейчас так смотрю, это уж не так уж и важно, смотрите, он, когда бурит, по идее, на самом кончике, должен быть меньше радиус бурения, чем, как сказать, у попки, да, вот, то есть, он вроде бы бурит, но сразу широко бурит, по идее, с учетом того, как он, как он выглядит, по идее, бур должен сначала маленькую дыречку прорезать, потом больше, 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 ну, как S-breaker, да, вы видели, он сначала не очень большой, потом все больше, 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 и в итоге радиус становится огромным, мне кажется, кажется, это было бы правильнее, так, что у нас по добыче, по добыче очень даже неплохо, 42 тонны железа, и туда-сюда, в итоге 50 тонн, как с куста, 50 тонн, в принципе, это очень даже неплохо, 18, литр, 18, тысяч литров, это вот кабина у нас на 10 литров, 10 тысяч, в том числе, прошу прощения, очень даже и неплохо забивается, и достаточно быстро, что немаловажно, а что нам нужно для постройки данного инструмента, вот дрелька, нет, это большой, извините, вот, он отдельно такой, маленький, для него очень даже немного, то есть, в общем-то, его можно поставить, единственное, он очень крупный, в плане того, что тут у него 3х3х8, да, он достаточно объемный такой кубик, параллепипед, но по количеству компонентов, очень даже такой классный, его реально можно использовать в самом начале, так, ну что ж, пошли дальше, на следующем будет маленький корабль с большим буром, вот он, выглядит, конечно, это не так интересно, кроме того, здесь большие коннекторы, то есть, вам нужно будет ставить, ну, вот, например, у меня есть, 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 где это было, вот такая вот хрень, компакт конвейер, например, да, вот он, у нас выглядит следующим образом, а нет, не то, извините, извините, так, где-то он у меня были, вот, короче, что-то типо подобное, вот, наверное, да, вот, на нее вот так вот навешиваете, и у вас появляются маленькие конвейеры, вот, но это если вы хотите этого, если не хотите, то, в общем-то, пользуйтесь так, так, что у нас здесь, здесь у нас включить, здесь у нас выключить, вот, летает, это, конечно, уже посложнее и потяжелее, управляется тоже достаточно неприятно, тяжело, не сказал бы, что это, как это, приятная тяжесть, тихо, тихо, вот, поэтому даже как-то очень, очень неприятно, неприятно, поэтому, не знаю, сейчас посмотрим, как он бурит, есть ли вообще в этом какой-то смысл, я считаю, что, вообще-то, большие такие буры, которые реально сбривают практически астероид, это для больших кораблей, делать это на маленьком корабле, как мне кажется, неправильно, так, включаются, опять-таки, 2 киловатта пожирает, тоже не, не очень интересно, как видите, радиус растет, и растет так достаточно очень классно, конечно, у хэви-миннинга радиус тут самый большой, но и дальность пробуривания у него не такой шеи, в смысле, глубина уж не такая хорошая, вот, по чуть-чуть давим на газ, и, в общем-то, он достаточно неплохо бурит, все, походу, он вырубился, да, вырубился, окей, смотрим, что у нас на капоте, копал, очень даже неплохо, 400, 400 с половиной тонн руды, ну, в частности, 400 тонн этого железа, очень даже неплохо, так, что нам нужно для, так, этот у нас маленький, да, и вот для большого, соответственно, нужно, конечно, значительно много, вот, вы можете даже посмотреть, да, я тут меняю, значительно много, и, честно говоря, прошу прощения, кофе глотнул, чуть горло, заболело, честно говоря, я бы выбрал маленький бур, вот, по моему разумению, я как-то считаю, что лучше поставить маленький бур, пусть даже их два будет, или три, но лучше маленький, окей, переходим к большому, к большому, такому дрилю, он, мне реально нравится, как он выглядит, вот это вот отсвечивание, вот это вообще классно, нас, конечно, тут не видно, кроме тени, это не так интересно, но выглядит он реально классно, и прорисовка хорошая, смотрим, что у нас, по настройкам, по настройкам, все похреново, это мы дело включаем, и это дело мы стартуем, здесь у нас, задаем действие, его выкручаем, полетели, лететь недалеко, в общем-то, тут у нас самый смак, очень много всяких дырок мы наделали, так, давайте посмотрим, а я забыл, самое главное делать, включаем, задержку я сделал для таймера, только для того, чтобы можно было, поближе встать к стенке, поэтому, чисто для этого, ну и, соответственно, чтобы одновременно с этим срабатывал таймер на выключение, работает он как-то медленно, я так смотрю, по графике, так сказать, вот, поэтому, что-то прям как-то, как будто ему тяжело, используемая энергия, вы смотрите, вообще ноль, вообще ноль, когда мы бурим, так, ну так себе, надо сказать, можно было бы и получше, радиус, конечно, маленький, очень, собрал он всего лишь 450-460 тонн, сейчас то же самое я сделал на маленьком, на большом буре с маленьким кораблем, так, что у нас там, вот он, и что самое интересное, давайте сейчас посмотрим, маленький кораблик, девятое, запоминайте, 2-160-240-144, да, 2-160-240-144, 72-30-30, 72-30-30, то есть, что вы сделаете, маленький корабль с таким же буром, что вы сделаете, большой с таким же буром, будет одинаково, здесь, как мне кажется, очень интересно сделано, потому что, обычно бывает так, что если это даже большой бур, на маленьком корабле, на него нужны меньше ресурсов, поэтому здесь все логично, так, дальше идет такой маленький, как его, бурик, 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 куда я его взял, так, это у нас азимут, это азимут, еще нет, не то, просто, как-то он там называется, вот он, компакт микро, вот он, тоже модик такой, я, честно говоря, им никогда не пользовался, я не знаю, как он работает, сейчас мы с вами это делать и проверим, так, и, соответственно, и, соответственно, зато летает быстро, так, мы тут уже продырявили, что все, что могли, выглядит он прикольно, как маленький большой бур, на больших кораблях, так, так, ну, все, что-то меня пугает, этот радиус работы, короче, короче, терраформинг сразу большой начался, то есть, просчет, прямо было видно, радиус работы большой, но все остальное очень маленький и очень медленный бурик, который, в общем-то, у нас тут есть, наверно, у него очень мало ресурсов на нее нужны, если это так, то это выигрышный вариант для самого начала игры, вот, потому что он, в общем-то, видно, что достаточно мало набурил, да, ну, вообще-то, даже до 10 тысяч литров не дошел, им бурить и бурить, давайте смотреть, девяточка, ну, я даже не знаю, ребят, вот, что у нас, обычный, да, бур с ним справляется, 32, 34, 1, 1, да, и здесь что-то добавляется, а, маленькие трубки добавляются, строительных компонентов меньше, ну, стальных трубок и тому подобное, но я даже не знаю, вот, сравнивая с, со стандартом, ну, кстати, наверное, да, есть какой-то смысл, можно, можно, можно поставить, но он, реально у него радиус очень маленький, но бурит он достаточно хорошо, ладненько, этот Тинни Дриллс можно поставить исключительно на маленький корабль, на базу, естественно, нельзя, но это, в принципе, логично, а дальше у нас есть вот такой вот large движок, бурик, в принципе, он работает, как логично было понять, то самое, выглядит он так же, как и стандартный для базы, да, то есть, большой, достаточно большой, бур, вот, сейчас мы посмотрим, насколько он удачно работает, выглядит, честно говоря, не очень, я не вижу в этом какого-то смысла, просто, наверное, чтобы был, вот, сейчас мы как раз с Тинни Дриллсом, припаркуемся и посмотрим, просто, наверное, чтобы был, больше какого-то определенного смысла я в этом не вижу, но смотрите, резвенько так схватился-то, вот, тоже жрет 2 киловатта и, в принципе, в принципе, можно им с помощью него проходить сквозь стены, то есть, допустим, как вариант, что-то он застрял, все, больше, больше не хочет, видимо, знаете, бывает такое, мододелы делают радиус работы, но при этом сдвигают радиус, когда он начинает спиливать, то есть, сейчас скажу, допустим, здесь, да, начинается спиливание породы, а некоторые увеличивают радиус, чтобы он начинал отсюда и конец этого радиуса был вот здесь, то есть, если вы втыкаетесь в землю, он то, что рядом, он не бурит, вот, это такое бывает и это очень странно, на мой взгляд, этот мод я не буду рекомендовать вам к использованию, вот, бурит он, конечно, хорошо, 90 тонн нафигачили за 40 секунд, бывал, конечно, и лучше, вот, но я не знаю, он, как мне кажется, он слишком большой для маленького корабля и так не должно быть, вот, он даже называется large дрель, на него требуется достаточно много ресурсов и это, честно говоря, не оправдывается вообще никак, в смысле, нет никакого в этом смысла, так, смотрим дальше, дальше у нас азимут дрель, азимут, я вообще их сборки использую, мне они очень нравятся, давайте посмотрим, для тени нам нужно такой набор логики, для этого по-моему, точно такой же, как у обычного, нет? То есть, 32, 34, 1, 1, да, и да, точно такой же, вот, просто один в один и особо можно, в общем-то, не париться, но выглядит он, как мне кажется, более интересно, что ли, вот этот мне не очень нравится, чисто внешне, мне вот как-то вот проще вот таких вот наставить, причем, их немного утопить вовнутрь корабля, да, чтобы торчали вот такие вот носики, вот было бы вообще идеально, так, смотрим, таймер, это у нас дела, включается, это у нас выключается, ой, ой, тихо, вот он, тени дрилс обычно, да, сейчас мы с вами, блин, слишком рано нажал, ладно, я надеюсь, вы меня простите, но у него, насколько я вижу, радиус-то побольше работы, нет? и будет он поактивнее, и вбок будет, смотрите, как классно, смотрите-ка, класс вообще, это можно такое прицельное выбуривание, это очень хорошо на самом деле, это можно выбуривать дырки в астероидах, чтобы там делать базы, так, смотрим, ну, заведомо больше, чем тени, просто в два с лишним раза, поэтому просто не задумываясь, ставите азимуты в топку стандартные, то есть, либо вы мощный ставите, либо вот этот, вот, прекрасно, азимуты, это очень хорошо, ну, вот, в принципе, мы вплотную подошли к достаточно интересным сборкам, значит, этот у нас очень так интересно выглядит, то есть, в принципе, их можно в ряд вот так вот поставить, и, 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 и где-то, 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 это все называется компакт пакет, то есть, в принципе, вот так вот в бок это все дело выставляете, и очень прикольно выглядит, но, насколько я помню, это не очень эффективный бур, поэтому, чисто ради прикола, наверное, его можно использовать, но, чисто, чисто так, и больше никак, так, выключаем, полетели, так, ну, и, соответственно, сейчас мы здесь припаркуемся, выглядит, выглядит, конечно, прикольно, вот эта анимация, мне она нравится, честно говоря, все буры как-то крутятся в другую, ну, как бы, в другой плоскости, а здесь вот это вот вертикально, вертикально, конечно, мне напоминает карьерные такие, добывающие такие, целые станции, там, как-то уж они называются, там, 1500 как-то там, которые там по несколько тонн за, по несколько миллионов тонн за сутки собирают, вот, тоже очень неплохо выглядит, можно тоже целый ряд сделать, по бокам, конечно, бурит вообще никак, то есть вам надо будет вот так вот наклониться и уже вот так вот пробуриваться, видите, тут больше как-то вертикально получается средств, нежели еще и по горизонтали, так, смотрим, ну, 15-5 тысяч литров, это, конечно, не предел возможностей и мечтаний, все-таки азимуты пока, вот, в плане таких менее читерских, да, хотя, менее читерских сложно сказать, ну, не знаю, как-то не очень, построить их надо побольше, чем стандартные, и, в общем-то, выглядит это так, выглядят они внешне неплохо, то есть, если, например, как бы сделать вот такой вот рядик, да, это, конечно, просто мусор, вот, между ними поставить, скажем, вот здесь вот, медиум, насколько он медиум, намножко мешает, вот так вот ставите, берете еще вот этих, и, в общем, вот такой вот получается, очень крутой монстрик, и прямо вот можно от души им пользоваться, давайте сейчас попробуем, так, влезай, окей, включаем, дать посмотрим, он не такой тяжелый становится, даже с учетом, четырех буров, очень, быстро бурится, ну, относительно быстро, конечно, вот, да, видите, как-то больше сверху забирает, чем по бокам, поэтому, очень даже неплохо, так, до свидания, ну, а теперь переходим к самому интересному, на мой взгляд, двум видам бурильщиков, вот, которые очень долго, наверное, ждали, когда же я это сделаю, значит, один называется Singularity Drill, на него нужно огромное количество ресурсов, сейчас мы его найдем, вот он, Singularity Drill, вот, его можно поставить только на большой корабль, и на него нужно огромное количество ресурсов, нет, конечно, стальных пластин, компонентов, маленьких, больших трубок, компьютеров, вы столько точно соберете, но вот уже Singularity компоненты, Shield Comp, Application Component, Interface Component, уже будет сложнее, потому что там нужны дорогостоящие и редко земельное платина, золото, серебро, там еще что-то, и это очень долго и тяжело строится, поэтому думать о том, что в самом начале это можно сделать, это на самом деле не так, вот, кроме того, что самое интересное, даже этот большой такой дрель 2 кВт потребляет, и больше ничего не надо ему, вот, поэтому, в принципе, его можно использовать в качестве добычи, этого редкоземельного ресурса, но тут как бы встает еще одна проблема, после того, как вы увидите, в каком радиусе он бурит, вы поймете, что это, это бомба, это просто бомба замедленного действия, потому что вы просто, у вас внутри весь ваш камень просто к ебеням взорвется, и вы не будете, не будете знать, что с этим делать. Так, снимаемся с парковки, весит он сам где-то, как видите, полмиллиона, так, буриться мы будем вот здесь вот, или даже, давайте, знаете, как, мы пойдем вглубь, вглубь пойдем, потому что нужно побольше пространства, у него никакой текстурки бурения нету, только звук бурения, точно такой же, как обычный бур, так, вот мы уперлись, в принципе, в землю, включаем, оп, вес моего корабля какой, как он увеличивается, видите, вы охереваете уже, да, я тоже охеревал, когда первый раз его увидел, я просто охренел, когда я это увидел, и вы понимаете, что на планете, где есть гравитация, бурить таким буром нельзя, что-то он решил зависнуть, ну, что ты не буришь-то, ну, я понял, что он уже закончил бурить, но как-то он очень быстро закончил бурить, ну, это не такая уж и суть, а, я его сломал, правильно, сколько, 45 с половиной миллионов килограмм железа, и еще тысяч, миллион, четыреста, тысяч, килограмм, камня, это просто охренеть, это просто вот реально ебануться, вот я давайте вот, чтобы было понятно, что это, блядь, это вот, столько он набурил, представляете это себе, вот, вот куда это можно запихнуть, нет у нас таких, нет у нас такого количества, этих, контейнеров, куда это можно запихнуть, нет, куда это можно запихнуть, вообще нет никаких проблем, там можно найти тот же Singularity, тот же Singularity Storage, вот, сколько инвентарий, 125, и раз, два, три, четыре, пять, пять на три, 15 нулей, вот 125 и 15 нулей, я не знаю, что это, квадриллион, квинтиллион, сикситиллион, но вот что-то из этого, вот это можно, но опять-таки, чтобы это поставить, нужно, сами посмотрите, сколько ресурсов, ресурсов Singularity, смотрите, остальные пофиг, вот, сколько нужно ресурсов, он очень долго строится, и при этом, вот так вот, и весит он, полмиллиона тонн, полмиллиона килограмм, то есть, я не знаю, это, нет, мод классный, я согласен, я все хочу поставить, какой-нибудь ультиматийный, планетарный, бурильщик, который будет делать, вот, просто вот такую шнягу, вот, вот, вот такую, вот, 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 вы меня видите вообще, вы меня видите, вы представляете, это где-нибудь на планете сделать, это же просто, навернуться, вот, и, конечно, да, это, конечно, очень круто, и вы представляете, это же еще как-то надо тянуть, это же нужен какой-то тяжеленный крейсер, который сможет это тянуть, это мощность, просто нереально, ну, ладно, на этом, я думаю, мы закончим, вот, таких вот, ультиматийных орудий, мы перейдем, вот, к этому орудию, выглядит он, конечно, очень странно, как, знаете, такой жерл вулкана, давайте посмотрим, залезем в него, так, не удивляйтесь, тут реакторов должно быть много, это хоть и, это самое, и креативка, но все равно, тут должно быть много энергии, так, задаем действие, так, включаем, таймер второй, стартуем, второй таймер, задаем действие, и выключаем, так, и, этот, мы, стартуем, нажимаем старт, и, выходим, почему я вышел, потому, что он сам бурит, тут ничего не надо делать, и вот он бурит, он сам потом выключится, он бурит, тут, пока никакого урона нету, то есть, мы можем, в общем-то, стоять и смотреть, что происходит, меня это укачало, ну, вот, значит, единственная проблема у этого бура, его вначале построить невозможно, почему, почему его невозможно построить, казалось бы, что там нужно-то, ресурсов не так и много, его можно, в общем-то, без проблем построить, ну, вот, супер конду, кондюс вот этих, конечно, дохера нужно, с этим я согласен, нужно дохера, вот, но, в общем-то, если мы с вами смогли на Need Factory поставить, то чего бы не поставить, весь это всего лишь 23,5 тонны, в общем-то, не такой уж он большой, единственное, его можно поставить только на большой корабль, так, вот он пробурил вот такую, дырень, очень даже неплохо, в принципе-таки, нужно, конечно, было бы сделать немного по-другому, вот, сейчас мы с вами это сделаем, но первоначально, давайте вот что, посмотрим, в инвентаре, 101 тысяча камня, и 2,5 миллиона железа, неплохо, но бывает моменты, когда ты понимаешь, что камень тебе, в принципе, ты не уперся, и ты понимаешь, что это полный шлак, и нахер он тебе вообще нужен, поэтому мы можем сделать следующее, допустим, чтобы, как бы немного камня у нас было, мы делаем следующее, заходим вовнутрь, находим наш beam drill, 4 гигаватта, как он, нормально, да? Нормально, дальность обнаружения 800 метров, 800 метров он фигачит, далее, collect stone, это смысл в том, что собирает ли он камень, нажимаем off, нажимаем, выходим, он начинает бурить, ему совершенно все равно, куда бурить, что делать, вот он стоит себе спокойно, конечно, со временем, если есть у вас гравитация, он начнет допускаться, и где-нибудь ебнется вниз, вот, ну, а так как у нас нет гравитации, нам хорошо, это у нас разработчик феникс, со своим другом, еще одним разработчиком, я вот только феникса знаю, поэтому его и запомнил, прежде чем, в общем-то, перейти к самому интересному, давайте зайдем в мастерскую, и посмотрим на этот модик, значит, зачем он нам нужен, зачем на него смотреть в мастерской, на самом деле, все очень просто, нам нужно узнать, что же он, сколько потребляет энергии, давайте смотреть, значит, 350 мегаватт, ему нужно на 100 метров, чтобы бить, 486 гигаватт, ему нужно на 800 метров, то есть, вот тут он за 40 секунд, пробурил вот такую дорожку, неплохую, между прочим, очень ровную, в общем-то, очень классную, секунду, ребята, так, продолжаем, пробурили такую вот, классную полосу, давайте посмотрим, что у нас внутри, эти, а внутри у нас следующее, у нас только феррум, у нас нет камня, а как так, а как так, так я же поставил здесь такую, классную штучку, не собирать камень, очень удочно, удочно, удачно, ёпта, все очень классно, можно теперь камень фильтровать, но так как у нас с вами есть такая фишка, как, как же называется, такая фишка, переработка камня, и выхлоп из нее, классной руды, нам, собственно, камень что-то нужен, как можно использовать вот эту фигню, прежде чем, в общем-то, перейти к последнему этапу, да, можно сделать, смотрите, какую фишку, ну, как я обычно поступаю, берем, допустим, строим вот такую вот базу, да, берем это, достаем двигатель, ну, двигатель, естественно, можно ставить улучшенный, который передает всю необходимую руду в нужное русло, так сказать, вот, сюда нужно поставить крутой энергетический, энергетический источник, ну, в данном случае, это будет 5-гигаваттный реактор, их будет у нас 3 штуки, 15, потому что максимум, вы помните, нам нужно 4 гигаватта, так, кроме того, нам нужно, мы поставим еще вот этот, мы, собственно, сделаем следующее, мы с вами поставим вот этот двигатель, сначала мы его выключим, скорость вращения мы с вами поставим где-то около 35, включаем этот, и включаем этот, вот он потихоньку начинает крутить, и все это дело выдавливать, просто наглейшим образом выдавливать и собирать руду, соответственно, все это дело крутится, если у вас здесь стоят коннекторы, все это, в общем-то, идет сразу в переработку, а этот спокойно себе, вот уже миллиончик туда добыл, вот, уже 2 миллиона, в общем-то, таким образом можно все это дело бурить, ну, и, соответственно, через какое-то время, если у вас тут не только двигатель стоит проапгрейдженный, улучшенный ротор, но и поршень, соответственно, это все дело легко идет вниз и также потихоньку бурится, но, в любом случае, это, на самом деле, не панацея, как-то, есть и более удачные модификации буров, у этого бура есть еще одна модификация, вот, чтобы она правильно работала, нужно на стационарный бур, который мы вставили, бим-дрил, поставить, еще одну запчасть, бим-дрил турет, она ставится сверху, вот, смотрите, она ставится обязательно сверху, иначе работать не будет, вот так вот ставить, вот это все выглядит таким образом, а, суперкондуктор, кондюшенс, нужно еще больше, то есть, вот, кроме вот этих 500, еще косарь нужно этого, вот, плюс всякие компоненты детектора нужно собирать, это, конечно, дело затратное будет, значит, нам сюда нужен детектор руды в обязательном порядке, даже с учетом того, что он тут как-то есть, его обязательно нужно ставить, так, что еще, что еще, да, в принципе, все, значит, я не могу сказать точные сантиметры, миллиметры и тому подобное, но если вы будете стрелять через турель, да, то есть, добыча туреля, диаметр пробуренной, будем называть, скважины, туннеля будет меньше, чем если стационарка, в принципе, это логично, если всякие там использовать так называемые как это, усилители вкуса, да, как бы концентратор, так называемый, так, что нам нужно, нам нужно с вами, я не буду ставить, хотя, наверное, можно поставить таймер, старт, соответственно, на включение этой фигни и обязательно на вот это включение, так, это обычный таймер, нужно вот этот таймер, старт, ой, нет, все неправильно, все не так, все, я не так делаю, так, нам нужно включить вот этот таймер, прежде чем его включить, мы сейчас хочет попробуем и посмотрим, как оно пойдет, так, здесь у нас все так же 40, тут достаточно просто выключить систему, здесь все так же 2, здесь мы это включаем, включаем и запускаем, так, а это мы сейчас попробуем с вами, значит, можно вот так вот сделать, да, можно включить, ой, вот, смотрите, влазим, видите, он выбрал цельку, не всегда прорисовывается, не всегда бурится, значит, смысл вот в чем, и главное, вот эта херня не поворачивается, смысл заключается в автоматическом бурении, в зависимости от поставленного приоритета, заходим в турельку, именно в турельку, ставим радиус прицеливания, максимально, пусть уж будет так, и смотрите, есть приоритет, как это, майнинг, приоритет майнинг, по стандарту сначала собирается редкая руда, потом лед, потом айрон, и потом только камень, если он все-таки собирается, но, по-моему, его отключили в настройках, чтобы он больше не собирался, если вы подлетаете к какому-то определенному астероиду, который есть и железо, и там еще что-то, и как бы вот вам нужен только лед, а он, например, начинает собирать железо, включаете приоритет и добавляете вот, допустим, айрон и айс, вот, по какой причине он перестал вдруг бурить, я, честно говоря, не знаю, с чем это связано, вот, в принципе, если вы двигаетесь, он так, в общем-то, видите, это все дело и бурит, вот, мы это дело выключим, так, нам надо переставить, так, и по-моему, не тут, вот, давайте попробуем какому-нибудь передвинуться астероидику, в любом случае здесь нужен детектор руды, потому что без него он бурить не собирается, тут даже, типа, не пытайтесь, вот, у нас тут очень много прямо руды, попробуем включить, вот, он выбрал, видите, металл, металл он там нашел, а здесь что-то он нихуево видеть, это очень странно, ну вот он видите, туда вот фигачит и вот хоть бы хрен, давайте радиус прицеливания сократим до 400, может быть, он таким образом перестанет бомбить, так, Iron Eyes, выключаем приоритет, вот он почему-то уже, видите, уже не хочет видеть, хотя скан есть, информация с детектора пришла, но он не хочет вот, вот почему-то его туда тянет, вот, и хер его знает почему, вот тянет его и все, и вот ты хоть ты тресни, ну вот, вот так вот, причем, видите, основательно так сферы фигачат прямо от души, а еще одно замечание к данному гаджету, так сказать, да, давайте мы это сделаем, выключим, что не мешало, а еще одно замечание к гаджету этому, кроме большого, большого количества ресурсов на него и тому подобное, выбирать, что бурить, можно только на астероидах, на планете еще не добавили, то есть, единственный способ добывать на планете с помощью данного агрегата, можно, либо, как я вам показал, допустим, вырыли какой-то котлован и поставили его по кругу, он вам фигачит на 800 метров вот в радиус просто он полностью в принципе может спилить этот астероид к херам, вот, либо поставить большой какой-нибудь буровик, вот, например, вот этот Big Bro, который полностью состоит из сингулярити вот этих фиговин, ну, как это, модиков, допустим, вот так вот чпонькнуть, сюда я поставлю совершенно обычный этот, ну, вот, кстати, говоря о сингулярити, здесь еще также стоит двигатель сингулярити, вот они, вот он так разгоняется очень достаточно бодренько, так, и вот вот это, это вот, если с большим двигателем так разгоняется очень хорошо, и можно подойти и, в общем-то, встать и побурить себе совершенно спокойно, вот, да, еще одно замечание, возможно, это вас порадует, сейчас я вам покажу, сейчас вернемся на кораблик, это замечание будет очень, на самом деле, классно для экономии энергии, для тех, кто все-таки не может выделить себе пару гигаватт, ну, вот у нас, допустим, есть такой вот астероидик, сейчас мы к нему вот так приблизимся хорошенько, вот, вот так вот к нему подходим, включаем и начинаем его бурить, так, сам, кстати, бур не наносит никакого вообще ущерба, поэтому вы можете под луч вставать и вам будет как бы пофиг, вот, это тоже скоро исправят, вот, тут он закончил бурить, только по той причине, что, в общем-то, ну, конечно, остаточные явления остались, но он не потребляет уже энергии и он, собственно, уже и не бурит, хотя звуки все это есть, на самом деле, уже ничего, никакого бурения нет, он остановился, вот, это очень удобненько и вообще классненько, начнет бурить только когда вы поменяете курс и, в общем-то, в общем-то, так вот начнет, вот, для тех, у кого мощные компьютеры, думающие, что они могут теперь стать богами прайда, я не знаю, какого-то буровиков, я сразу предупреждаю, если вы поставите штуки 4-8, у вас просто может выпасть игра, потому что здесь требуется сильнейший, мощнейший просчет физики, вот, игрушка просто не справится и это, конечно, будет печальненько все, так, ну, я думаю, на этом все, я показал, в принципе, все такие стоящие, на мой взгляд, моды на бурение, если что-то найдете тоже интересное, которое действительно заслуживает внимания, а не просто чтобы было, которое можно использовать, есть практическое применение, прошу, оставляйте ссылки, будем смотреть, будем разбирать, вот, ну и все, ребята, в следующем, в следующем видео встретимся уже в выживании, может быть, уже что-то из этого всего построим, все, до следующего раза, пакета.